Продолжение следует... 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 Ну ладно. Как этим играть? Тут же буквально по два офицера дали и всё. Так это поначалу, сейчас ещё привезу. Понятно, что поначалу. О, вот дали ещё. А, ну дали дофига. То есть, ты что, не помнишь? Тут просто на одной точке у каждого радиомашина стоит. Я не знаю. Поэтому оттуда быстрее дают. А. Просто я забыл, как именно работает радиомашина. Она там то ли давала элитных каких-то, то ли быстрее. Она и элитных даёт иногда, и ускоряет прибытие. Эээ, верни машину. Кстати, теперь вот эти машинки же используем для... Ну, когда они высадят, лучше их не трогать, они на автоматике приезжают. После этого можно их использовать для того, чтобы захватить. Куда ты отправил машину с офицерами? Верни её на респ. Что, впервые, да? Там... Ну, нормально. Эээ, короче, вот офицеры, они сами приходят в центр зоны закупки. И дальше ты уже ими распоряжаешься. Ты же в курсе, который работает? Я, 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 я этому торнадочу рассказываю. Ну, так в курсе или вообще, или пока только впервые на этой картине? Впервые, впервые. Здесь. И потом просто подводишь нужное количество офицеров, соответственно, циферки в нужное место. Автобат. И всё. Артиллерия на связи. Арт-позиция. Починашиiro Зер liz & Cheeator Так, блин, ну это... Слушай, давай я всё-таки со стросом в Солянова... Или, я не знаю. Что в Соляново? Ну, то есть, переключусь и буду... Ну, давайте, ладно. Сейчас, давай. Например. Строс, я тебя сейчас наберу. Ого, ты тут написал. Чё ты там мне за обширную цитату Сталина прислал? Я не видел. Мне показалось. Так, ладно, ну шо? Я взял... Сейчас я возьму... Я возьму пехоту и легкие танки и буду штурмовать тебе точку внизу. Я взял три отряда пехоты, две сорока пятки, а дальше посмотрим. Капец, тут насрали. Мам, дорогая, сколько всего. Ничего не понятно, где что. Всё толпится. Грузовички мешают. Я, наверное, буду за центр грызться. Я загружаю грузовики пехоты, чтобы сразу сделать близкрик. Хуя ты это, моторизированный. Слышу, эхо при разговоре, то они... А, во, вот где. Блин, я думаю, должны быть ещё офицеры. Я ж только четырёх потратил. О, ещё идут. Так, шо купить на остаток? Может быть, оставить про запасы? Или, может быть, купить стюартов? Я сейчас возьму сразу эту передвижную радиостанцию. Хочешь вложиться в экономику? Да. Я бы, может быть, ещё сорока... О, ЗИСКИ! Вот, вот что я вложусь. Я куплю ЗИСКИ. Какие? Одни из них артиллерийские. Выбирай мудро. Ты свою близкрик-машину забыла. Она стоит без дела. Так, блин, а тут нельзя... Тут нельзя посмотреть, какая ЗИСКИ какая. Нейтральные не пишутся. Охренеть. То есть я навожу, и я не понимаю, что это. Ну ладно, возьму это. А, ну ты выбрал стюарту, хорошо. И было подкрепление. О, на подводках. Класс. Подводки. Подводки. Так. Вот меня волнует, то что они захватили... А, уже перезахватили. Короче, они на секундочку захватили точку... Вот тут. Я считаю это крайне подозрительным. Ну, то есть на мосту верхнем, который я захватил. Это подозрительным. Что они там делают? Тебе танк легкий нужен, там где-то сейчас оккупировал. Сверху? Да. Ну, не знаю, не знаю. Лучше давай, что-то мы сал. Парк, что на всякий случай, если они захотят пифоты... Слушай, я туда вроде как отправляю всякого. Вроде бы. Так, а что я купил? Это что? ЗИС-3. Ну, хорошо. Что-то уже начало лагать. Да, возможно. В итоге. Тут ты прав. Машина на связи! Где? Где мое все? Батарея на связи. Так, ага. Вот ползет тут. Кстати говоря, кстати говоря, можно знаешь, что сделать? Забрать зенитки на передовую. Ну, вот ты делай, если хочешь. Я такими-то не зениткусь. Ну да, вот тут у нас оборонные зенитки есть. У каждого по одной. Можно их отсюда слямзить. Только, да. Ну, хотя... У тебя тут есть полевая кухня. Стоит на центральной точке. Да, можно забрать. Ладно, потом по ней займусь. Странные шумы. А, это пищало. Это писк. Это у меня микрофон лагает. Я надеюсь, это не слишком часто. Так, подожди. Я же отправлял второго инженера. А, ну, здравствуйте. Мужик, давай по дороге как-нибудь, да? Так, если что, окопы рыть справа налево. Так они роются в нужную сторону. По идее, это не влияет, но все-таки... Все-таки. Как с одни, напомню. Что? Через инженерный грузовик. ПКМ с зажатым шифтом. Чинить этот тигр в центре? В смысле, а что? Центральный тигр можно починить? Да, бред какой-то. Не, он нейтральный. Разводят нас. За дураков считают. Так точно. Не надо нас считать за дураков. Надо нас принимать за таковых. Так. Сейчас мы оккупируем нижние точки. Ну-ну-ну. Освободим. Да почему, блин, господи. Работа инженерная, тварь. Пехота врага! На той, на той сам точке, да? На верхней. Мой стюард уже подъезжает. Это хорошо, как бы у них бронебойных ружей не оказалось. Я думаю, она должна послать за что-нибудь из панциршреки. Да, то, наверное, у элитных. Ну-ка, панцир фауста точно есть, насколько я помню. Ну, не знаю. Давай так. По классике. Пехота идет вперед, расчищая путь бронетехники. Бронетехника издалека поддерживает. Слушай, у тебя тут какая-то пулемет стоит. Да, у тебя тут Максим забытый. На рельсах. Так, то есть ты хочешь сказать, что кто первый идет? Ты или я? Пехота или ты? Пехота. Я подержу тебя пулеметом рядом еще. Ну, логично. Звучит правдоподобно. Что произошло? Вижу их. Видишь, все. Мне главное, чтобы я их видел. Все. Я их вижу, я их атакую. Так, все. Я ложусь, становлюсь в оборону и сейчас биноклем зырю. Кстати, в ГЗМ... Бляха, назад иди, там панцер 4. Валим. Это точка их. В ГЗМ 11 сделали окопы. Ну, окопы теперь имеют броню. Ну, они добавляют броню пехоте. Окопы. Артиллерия на свет. Раньше этого не было. Ты говоришь, там панцер 4, да? Да, там панцер 4. Я вот, я вижу, это, это, блин. Давай мне быстрее, это же легкий танк. Ты удирать гораст. Еду обратно, еду в этот самый, в город. Давай. Удачно уехал. Так. Сейчас посмотрим, что у них тут есть. Что это такое? Что у нас? Что визжало? Не знаю. Зря ты радиомашину на переднюю точку поставил. ПОЗИЦИЯ. Ладно, уже пускай стык. Готов. Бляха-муха. Вот это худо. Они центральную точку взяли. Артиллерия на связи. Я бы от миномета не отказался. О! Кстати, 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 у меня мост, я мост заминировал, и еще и труп мой там валяется. Короче, техникой они не проедут. А если я расформирую отряд, я все равно могу захватывать точку? Ну, как бы да, но ты пополнять не сможешь. Ну и ладно. Ну, как бы, пехота-то крута тем, что ее можно пополнить. Мне главное сейчас точки захватывать. Ну, то же дело. М3 уехал в город. Повторяю, ПЗ. М3 уехал в северный город. Так. Я сейчас тут аккуратно обступаю, облюбовываю центральную точку, проверяю ее, щупаю всеми приличными и неприличными способами. Ага, я вас понял. Короче, Тандер взял два пазика четвертых. Опасно. Так, ну я контролирую боковой выход. Только они смогут понтон сделать. Потому что у них понтон. О, у меня танки на мосту. Вражеские. Ты про центр или ты про что? Ты про куда? Я слышу танки на мосту. Как у мыс? Ну, внизу. Ага. Короче, я понял, они в бронетехнику пошли, в панзоргруппу. Слушай, а копай сверху пулемет. Батарея на связи. Так точно. Блин, дерьмовая позиция. Батарея на связи. Если сюда придут, вот так вот, я же ничего не сделаю. О, вовремя окопал. Слышу танк. Ну, попробуй. Батарея. Орудием. Здесь. Есть. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Конные подводки. Тарпозиция. Батарея на связи. Чего делать? Так точно. Так, шо это там? А, ну эти дебилы, они дебилы. О, свежие эти, офицеры. Понял. Ихота на связи. Так, ну че, приехал, молодцам. Так, теперь ты сюда. Вот то, что они дали два этих, два грузовика, это, это прекрасно. Ну, этих пополняющих, я имею ввиду. Вот ты дурень, блин, конина. Конный дебил. Делай что-нибудь. Хе-хе-хе, блин, давай едь. Я щас тебе конную подводку на какую-то точку пришлю, чтобы освободить тебя. Ой, слушай, у тебя офицерик в углу забытый. Вот около КВ-85-го стоит на перекрестке. Ну, я имею ввиду, на, на точке закупа. Ну че, блядь, конная подводка как-то надоела. Ты шо, застряла? Слушай, да, конная подводка застряла. Чего? О, у нас, у нас, там, тандер пропал. Минут десять пытался объяснить, че надо сделать. Это тяжело, это невозможно просто. Понятно. Короче, давай, панзера, все равно лагает. Выпускайте панзера. Ой, панзера, господи, франка. А, ладно. Выпускайте кракер. А, ехаться ну туда. Да, да. Знаете, почему я скучаю? Нет. Паману в гору первому режим охоты на кольца. А я не, я не играл. В общем, суть в том, что то есть и две команды, и мы можем покупать только пикотинцев. И есть нейтральный дед с двухстволкой, который проставляет противотанковый бюджет. И при этом наша задача своровать у него кольца. Блин, защиту гарно. Кто больше свороу? Это официальный режим. А твои противники, это либо дед, который пытается всех убивать, либо твой противник в другой команде. Бля, надо сыграть в это. Это был только первым мэнкем. Ну так, с коннектным, че. Я вот играл, а мне очень нравилось. Так, ну заходи на Христо Матею. Так, христо Матею. Моя маленькая операция по ликвидации нацистского подполья в группе этого клавана провалилась. Там один из этих фашистов, который рабочих ни в хуй не ставит, как он говорит. Поставь галку, мы уже допускаем. Чем пойдет на работу. Галку поставь. А, еще раз. Вылетело, пересоздал, да. Так, сейчас. Ну, такое бывает. Заходим. Ну и сразу ставь галку, собственно. Че ж дай. Ну и че там, ваш фашист? Или на этом история все? На этом история все. Но просто мне нравится тот факт, что в этом канале сидят... Ну, мы иногда и страдаем политические срачи. Только когда мы говорим о стороне коммунистов, то нам сразу бан. А когда есть человек, который прямо заявляет о том, что СССР и Германия это одно и то же... Это как современная повестка, все нормально. А это нормально, как говорится. Это современная повестка, не парься. Он что там задвигал про империализм, что это такое? Ну, а... Типа он звал СССР империалистическим государством. Ну, классика. Да, только когда ты с ним споришь, что ему только бан на неделю, а тебе бан навсегда. Я он до сих пор только херню там несет. О, все нормально. Эх, собраться бы там всем вместе в одном душном подвале, в одних труселях. Сконнектиться по локалке и играть. Можно без компов. А, ты видишь внизу справа этот паровоз? Ну. Ты в курсе, что их... Они перест... Ну, для них мобилизационную структуру удалили только в 70-х. В смысле? Мобилизационную структуру. То есть, подобные паровозы требуют на каждой станции запас угля и прочее, прочее. Ага. Да. И только в 70-х, наконец, ее сняли. Типа, ну, у нас так много этих электровозов и прочих. Ну, что-то таки... Ну, по-моему, дизель, дизель и электро. Да, что... Но эти паровозы остались. Сами, они складированы. Угу. Угу. Конечно, можно вернуть, но действовать в масштабах страны они смогут очень ограниченно, поскольку нет... Мобилизационную, ну, этих... На каждой станции угля. Конечно, эти штуки можно заряжать деревом, как в фильме «Коммунист», если ты смотрел, да? Угу. Но, знаешь, постоянно выходить из поезда, рубить дерево... Ну, зато тянет. Батарея на связи. Ну, да. Батарея на связи. Тоже ведь дело. Так. Чё бы взять? Чё бы взять? Наверное, возьму два отряда пехотки. Кстати, тут за три очка есть моторизированная пехота. Ну, блин, на три раза дороже. За три офицерских очка. Автобак. И их очко уходит в зал. Ха-ха-ха. Да. Классика. Так, грузовичочки. Так, грузовичочек. А, блин, теперь это зенитка твоя, да? где моя зенитка где а ждут опасную на предлагаю сделать ход конем его и что ж мы будем конячить на этот раз на ноту . поедет к в 85 допустим блин а чё так мало пехоты я два отряда раньше был два отряда за одну очку да а тебе тоже один дали пехоты плюс миномет или пулемет вроде это это были восьмерки а за этот 120 за 3 суки это еще так мало и этого всего как неинтересно так не массу кстати знаешь почему на мобилизации очень сильно требуется различные шоферы тоже возить надо а потому что возить надо логично ну да а между прочим это самая большая мы потерям категория военнослужащих наши как и ваши очень плохо разбираются в том что грузовики это не средство для доставки припасов на передовую с 86 так и где же она тут и вот тут а блин 2 за 3 а тут можно попробовать что тебе на севере нужно поддержка танками стане я куплю су-76 а я куплю су-76 и кстати знаешь ты чё стюарт и будешь брать или что что-то возьмешь строс что говоришь вот как так он шадник за три очка да ладно чё я одну очку возьму ну давай пехоту за очку Понял. Пехота в очковую зону, будьте любезны. Так. Это я все еще качусь туда, да? Пехота на связи. Здесь. Ну да, один вшивый отряд пехоты. Что там в штабе? Все с ума посходили? Что там в штабе? Все с ума посходили? Блин, первый раз слышу эту фразу. Так. А где станина? Мне просто дали отряд пехоты, ну вы охренели. Ну это вообще ни в какие ворота, ребята. А где мои инженеры? К тому инженеры делись. Я уже отправлял на передовую. Сука, надо было биндить. Батарея на связи. Ну ты где это чудище болотное? А что у тебя офицеры едут в другую сторону? Или что это ты везешь? Это не офицеры, там пехота. Готово. Тогда это скорее всего инженеры. Ой, не инженеры эти, спецы какие-то. Я туда положил людей из расформированного подразделения. Зачем? А? Зачем? Они очень быстро доставят людей. Это какая-то Первая мировая, а то на такси. Нет, конечно, доставили немного людей. Но, ребят, 2500 человек. Это 2500 человек, да? Бля, я могу вот этими чуваками управлять. У тебя тут два чувака с винтовками, я их куда-то направил, но и да. У тебя тут два расформированных чувака с винтовками. Я ими могу управлять почему-то. Это расформировано, это же вроде пулеметы. Ну вот, вот, вот тут. Видишь, остановились. Два. А, да. Я твоим пулеметом могу управлять. Охренеть. Управляй на здоровье. Да забери себе, блин. И у тебя один офицер стоит, смотрит на точку закупа и курит бамбук. Кстати, а где мой четвертый офицер? Я ж три использовал. А, четвертого я на пехоту послал. Все, понял. Я ему понял. Кстати, а теперь нам дали по одному. По одному приколу инженерному. Не прикольно. Да, лагает, конечно, знатно. Тут что-то подозрительно никого нет. Подозрительно. Блин, а я ж теперь не могу. А полевая кухня сама может двигаться? Ты качу, давай. Слушай, Су-76, полевую кухню подтянешь? Подтянет. У меня сейчас будет Су-76 с полевой кухней. Посылаю КВ-85 на северный фланг. Ты не думаешь, что он мне там нужен? Я думаю, нужен. Ты туда тащу легкие пушки. Ой, не легкие пушки. Кстати, КВ-85 с танковым десантом. А, ну ладно. Солучаюсь. Блин, а где мои танки, кстати говоря? Капец, какие лайки. Где мои эти... Где мои сушки? Где они застряли, ё-моё? Они не дома. Где они? А, вот они. А, ну а вторая сушка полевую кухню тащит. Всё. Сушка с полевой кухней. Минять план с такси домарный провалился. Пропал моё такси. Диана, тебя сожгли? Нет. Диана, хрен его знает. Его не могли сожжать. Почему не могли? О, разлагал. Чё? Или нет? Мне кажется, могли с... Но оно не может... А-а-а! Они пропадают. С пехотой моей! Ну, получается так. Блин! Тут инженер противника сидит. Он чё-то тут злое делает. Сейчас я тоже попробую что-то злое сделать. Бля, мне отряд ликвидировали. Мне ликвидировали целый отряд. У меня есть ещё отряд. Ой, чё, сейчас раж пойдёт на меня. Ну, ребята! Так, офицеры дома есть? Блин, ты так пулемёты не утащил. А я теперь не могу пулемётом управлять. Я только пехотой и обслугой могу управлять. Эй, чёрт, моего инженера прибили. Теперь что? Где было подкрепление? Какое подкрепление? А, инженер новый. Так это моего инженера прибили. А, нет, там моей точно прибили. Слушай, там что-то злое. Вот там, где ты только что захватил флаг, там что-то злое. Видишь, там моего этого прибили. Там что-то лихое происходит. Как дела у строса, ну так, на грани. Есть. Блять, центральная точка какая-то ничейная зона, ей-богу. У меня полевая кухня держит точку. Круто. Меня мотострелки прибили. Чего? Мотострелки вражеские прибили. А у меня тоже мотострелки. Ну я их ликвидировал, ну я ликвидирую сейчас пушки. Че там? А, понял. Блин, а я оттуда пушку утащил. Слушай, я зенитку утащил с тыловой точки. Беда. Ждем приказа. Ждем приказа. Ждем приказа. Так. Блин, а еще будут сегодня эти... Ну... Нет. Куплюкай радиомашину. И вот она связь. Не, ну а чем бы и нет-то, собственно, да? Здесь. Мы будем захватывать северную точку там, где нацисты или нет? Не уверен. А? Я сейчас думаю ее немного душить. И там уже мой КВ-85. Поддержка нужна? КВ-85. Да не, не, не. На центре бы скорее. Там видишь моя Су-76. На центре вот мотопехота сейчас будет развлекаться. Лучше вот видишь вот эту тыловую точку, которая сейчас ничейная стоит. Лучше на нее. А ты КВ-85 по железной дороге пусти. Куда? По железной дороге вниз. На центральную? Да. То есть в обход центральной, вниз на ЖД. Только там, где труп моего инженера, там скорее всего мины. Так, здесь мои есть. А то дальше надо. Ещё раз. На центральную мне на мосты к тебе дать? Просто едь по железной дороге до нижней точки. До города? Да. Только там на станции вот этой, на полустанке, там скорее всего заминирована железная дорога. Я сейчас центр держу нейтральным. Но я не знаю на сколько хватит меня. Ага. Твою мать! Сверху ликвидировали пехоту. Неожиданно. Всё выкосили, гады. У тебя там солдаты что-то идут вверх. Пускай там будут. Так, ты стёртый взял, да? Батарея на связь. Те же, блин, мои дополнительные офицеры. Я хочу ещё офицеров. Ой, не уверен, идти не идти вперёд. Там спереди окопчик такой ласковый. Я бы в него прыгнул. С радостью. Примет ли меня он? Окоп, сэмпай, вы меня примете? Так точно. Давай проверим. Что делать? А, это кто такой? Сапёр? Ладно. О, ты будешь развед. Развед-сапёр. Хорошо. Хорошо. Это ещё что такое? Тут. Отдельные пехотинцы? А это ты там развлекаешься отдельными? Ага. Может сначала биноклем? Да плохо видно. А тут что-то и никого нет. Так. Слушаюсь. Их там почти нет. Бежим, мужики. Развед-сапёр молодец. Сделал дело. У нас верх очень сильно хромает. Вверху очень больно. Он там на грани срыва. По мне, центр получше. Не вброси. Так точно. Артиллерия на связи. Так, ну вроде неплохо. Машины на связи. Твою мать, по мне что-то стреляет. Миномёт, видимо. Готов. В бою готов. Арт-позиция. Манёвру готов. Выполняем. Это плохо. Хотя, чё там тот миномёт делает мне по окопу? С другой стороны. Где офицеры? Нужно очень сильно пехоту уже. Согласен. Согласен. Готов. Очень, чёрт возьми, согласен. Так, ну у них на одну точку больше, чем у нас, увы. Ну ничего, я думаю, с центральной они офицеров не возьмут. Ну то есть, они помрут, скорее всего. Я надеюсь. Батарея на связи. Артиллерия на связи. Ну смотри, мне уже приезжала вторая партия с этих. О, вот. Мне уже приезжала вторая партия от радиостанции. Пехота нужна очень сильно уже. Ну щас будет, щас. Потерпи стросик. Блин, очень страшно тут ехать вперёд. Тут всё может быть заминировано. Занимаю позицию. Хорошо. Готов. Взащина на связи. Третье. Боим, готов к следующию. Не поберешь? Не поберешь. Надеюсь, меня не видно. А вот пехот. Пехот. Слушай, ну ты поосторожней там. Конечно немного, но они в тельняшках Еще один отряд бежит Еще один отряд слева Бляха, муха Едь вперед хотя бы Еду Стюарт сзади, стюарт сзади Уходи Держи лучше полустанок Смотри, у нас равновесие Держи мост и заход на полустанок Там, где же, сука, едь, едь, не останавливайся Те же гранату сейчас впихнут в очко Да я пытаюсь, не хочешь он ехать Короче, нам нужно удерживать полустанок на повороте На повороте к нижней точке Тебе сейчас основная задача Эти два направления крыть То есть Мост И Этот Заход от железной дороги На нижнюю точку Нужно там закрепиться Я на центре закрепился Конечно, жалко я не В позиции того, кто захватил точку Но я считаю, что офицеров они не заберут Интересно Почему с этой точки быстрее приехал Надо было на севере лучше играть Они вон там, где я На севере? На севере? Бабы-бабы Отвозди Ебби Хренышки Что у нас тут? Так, ну давай, пехота нужна, очень нужна Позарез нужна Пехота налавляю И что, ну может сорока пяточку Сраки возьмем? Сраки Пяки Пяки возьмем А, это элитный офицер приехал Смотри-ка Фига ты пехота поназаказывал Потому что мне пехота нужна очень сильно Да Че залагать стало? Не знаю О, и на моей улице праздник Где там моя пехотка? И походу миномет Ну это неплохо Так, это мое? Да, это мое Куда ж это притащить? Наверное, лучше сюда Я думаю, тут будет побольнее Так и ломятся гады на центр О, здравствуйте, мансиньор Ага, понятно О как Так, ну че Давай чекист Превращайся в пехоту Чекист превращается Чекист превращается В отряд пехоты Готов Шире шаг И где? А, гвардейцы И че, и все что ли? Ну, конечно, да Говорится, ну я только не играю Лучше уж подождать 7 минут первых Но зато О Но зато потом По-человечески Заказывают по 2 отряда Чтобы Устраивать Разню Так Может 120-е минометы взять? Не, ну Почему бы и нет? Дело хорошее, правильно? Так, блин У тебя ж там техника просралась, да? Здоров, Игорь Ну че, советские гвардейцы-то, вперед Конечно, я круто прогибался в деревне, да? Ну, да Стюарта можно было и не просасывать Кря-кря-кря А что если... Нет А может все-таки? Хм... Что если поставить его сюда? Нет Слишком близко Я тут зениточку поставил на передовую И к крою противника Благиматом И пушкой Блин, вот непонятно Чьи это мины? Свои или вражеские? Ну хорошо, что твой офицер тут проехал Опа, это вражеские Да Разведалось Смотри Поперек железной дороги Хитрая жопа Слушай, у тебя там отдельный Я смотрю, ветеран Ты их, конечно, да Расформировал Это может и весело Но ты их так не пополнишь Ой, а че это ремонтировать-то собрался? Выкопы мины Тут заминировали тут всякого Ты гляди Уже едем Я вам дам минюры Слушай, а че делают советские диверсанты со спецзарядом? Может они бросают спецзаряды как гранаты? Готов! Есть! А, ну или Это, наверное, у них винтовки со спецзарядом Артиллерия на связи Здесь Так точно Опа Беда Готов Это ты убрал сверху пехоту? Вою готов Есть Здесь Или там ее не было Или ее убили Сверху? Было да всплыло Там были у тебя отдельные дебилы Какой ужас У тебя там были дебилы Где они? Где дебилы? Знаю Дебилов нету, строс Блядь Че дело такое? Дело плохо Я тут концентрирую силы на нижнем направлении Я туда и минометы тащу И вообще Они, по ходу, вверх решили Я туда и сорока пяточки тащу И миномет И сейчас разминирую Всякого Нам с передовых точек дают Классно Готов Готов Откуда ж меня минометят? Надо е... О Здравствуйте, товарищи Может послать штурмовиков на центр Да они четыре стоят Это немало Там ж не только Там ж нужно и пехоту выбить Ладно, мы там может что-то критическое выбьем Наверно не все Это вот когда артиллерия уже есть Здесь можно в связочке поработать Тут есть За четверку артиллерия О Противник ПЗ-4 Вот на центре Угу Вижу Покопавшийся Миномет Позиция Можно попробовать зенитку перетащить и пострелять Может они не заметят Блин, и тут мины? Да сколько можно? Я не знаю, как ты про... Ох, блинский Есть Я не знаю, как ты проехал мимо Ох, сукины дети Есть Че? Да Сау поймали на гуслю Я уже отъезжал и ее все Схлопнули Слушай, что-то центру грустно Ну не сказать, что бы сильно грустно Так, ну есть хорошие новости Походу сверху прорыва нет Ну по центру немножко глушит меня Так, че там? Че дома? Есть че? А, ну едет, едет Едет добро и позитив А, вон, на центр уже приходят мои позитивные Известный едет Тут Так, я тут занимаюсь разминированием Ты там только чудом КВ-85 на гуслю не посадил Блин, миномет потихоньку убивает отряд Батарея Батарея Известный едет Второй я это сталкивающим штурмовиков заказывать? Да, не надо, не надо сейчас Наверное, что моики брать Рановато будет Ну я их... хотя кто знает, наверно рановато Я их эту каплю Да. И я еще внизу не сконцентрировался. Это если бы мы уже готовились к штурму. Слушай, а нет смысл захватывать вражеский бункер у этого, у моста вражеского? Есть смысл, конечно. Он будет по всем стрелять, кто проезжает мимо. Вроде он пустой, поэтому, как ты говорил, не чувствует. А даже если не пустой, но если там мало людей, ты можешь штурм устроить. Выполняй. Смотри, смотри, он не заметил, я ему зениткой бью по этим. Танк убиваю. О, на гуслях. Ну все, 1-1, сучара. С чего ты его так? С зенитки. Я ее притащил с точки. Я ему миномет пришиб и вот это вот. Вообще, панцерклаген третий. Да пофиг. Между прочим, один из самых удобных танков. Все, бункер наш. О, мы сейчас пушку его захватим. Ай, нет. Нет. Вперед, ребята! Вот, зараза. Так, что-то вяленько твой бункер бьет. А че ж ты ползком-то полз? Они ж медленные. Нужно было этот режим взять, который... Мы побежали и прибили нас. А, всех начали прибивать? Вот видишь, целую толпу убили одним выстрелом. А кто это выстрелил? Не знаю. Ладно, это хорошо. Это неплохо. Так, ну я вроде бы... Разминирование произвел успешно. Вражеская легкая противотанковая пушка. Пока не захвачена, но скоро будет. Есть. Ну, у тебя мало пехоты. Я туда еще один отряд посылаю пехоты. Струнхолд? А струнхолд я играл. И как раз таки со строссом. Так что туда идет еще один отряд пехоты. А у меня тут тоже отряд. Слушай, я думаю, пора заказывать авиацию и на нижнюю точку. Штурмовиков нет? Сейчас, сейчас, погоди. У меня, конечно, тунчисов нет рядом, но зато у меня тут есть отряд. У тебя тут тоже два отряда. У меня два отряда пехота. Да, где-то еще миномет. У тебя отряд тупит сверху деревни, которая с плотиной. И еще стюарт и отряд в доме. У меня два офицера. Я сейчас скоро возьму Ил-2 и отправлю его тогда на строй, да? Угу. О! Огонь! Огонь! У дота же же противотанковая пушка. Ну тогда все, уничтожили. Слушай, снизу, снизу пехота врага. Это мой! Отправляй на помощь тех, которые в дот идут на перестрелку. На железной дороге к доту ползут. Помогай в перестрелке. Ладно, помогу-перепомогу-помогу сейчас. Есть маленький секрет. Бывает так, что какой-то твой боец не достает, ну он типа не стреляет, потому что не достает. И весь отряд начинает ползти вместо того, чтобы стрелять. Но он стреляет на ходу. Нужно вручную нажать, типа удерживание позиций, чтобы стреляли те, кто могут. Обычного офицера пистолет. У меня от отряда два бойца осталось. Но у него тоже. И ты свеженький. У них отряд в доме. Авиация? На центр. Я не могу окопать пушку. Адададакоп обстоит. Пушки конец. Блин. У них тут летят эти. Самолеты. Но не знаю, что за самолет здесь. Да это штурмайки, блин. Что самое интересное, нету этих. Нету. Истребители нельзя вызвать. Понимаешь? Это прикол. Так, ну что, все сливаем на пехоту? Нет, 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 нет. Блин, они штурмуют на мосту. Они штурмуют моих парней. Вообще-то моих. Мои на центре. Нет, я говорю, там, где той мой дом. О, а что-то зенитка, я смотрю, хорошо работает. Тебе кажется, ей жить осталось недолго. Да вы уничтожьте его. Вперед, ребята. Ой-ой-ой-ой. Да. Так, ну что же, давай группируемся вниз. Блин, только где мои тяжелые минометы? Сколько можно их ждать? Где они? Где они? Слушай, у тебя отряд над березкой дрочит. Вот тут. Если увидишь маркер. Где мои тяжелые минометы? Я их сколько жду уже. Где они? О, бля. Так, печально. Ой-ой-ой, сверху заактивничали. А как штурмовать? Штурмовать? Таб нажми. Там будет. Что? Таб. Английский таб. У тебя откроется панелька с авиацией. Известные нет. А как штурмовать Дот, говорю? А. Зажми контрл или альт, когда у тебя выделена пехота, и они начнут забегать внутрь. Там еще один отряд сдать, правда. Лучше не штурмуй. Не штурмуй. У Дота сбоку слепая зона. Даже если ты зайдешь, они просто... Просто ляжь и стреляй. Ляжь и удерживание позиции. Подожди, я что, одну зенитку взял? Капец. У тебя отряд на респе дрочит. И отряд на нижней точке, с верхней стороны. Еще у тебя куда-то в странное место едет штабная машина, без хп, но с элитным офицером. Вау. А я не могу найти свои тяжелые минометы. Вот куда они, блин, делись? Даже трупов не вижу. Вижу маленький миномет. Большого не вижу. Так что, мне вызываешь штурмовик? Ммм, да. Куда? Ну, вниз. Куда вызывать? Я думаю, вниз. Только смотри, тут сейчас еще вражески летают, они сейчас друг за другом увяжутся. Еще есть проблемка, они, походу, нам сейчас город штурмовать будут сверху. Сейчас дождемся, пока они начнут улетать. Они все еще маневрируют. Это плохо. Это плохо. Куда же мои чертовы минометы делись, суки? Куда? У тебя все так же отряд стоит, бездельничает. А куда? Блин, а это-то как произошло? Слушай, ты, может, Стюарта не вез бы вперед без разведки? Там ведь техника может быть. Кстати, они свой пак, наверное, уже залутали. Нет, еще не залутали. Входят в белорус. Уверен. А, у тебя там до сих пор юниты? У них панзер-4. И не один. А слава, там штурмовик, да? Ну давай, только, блин, там еще вражеские. По краешку карты как-нибудь. Господи, да сколько они летать там еще будут? Мне надоело ждать. На соловей. Ты известный, я? Да, ты. Здесь. Есть. Ждем приказа. Батарея на свеже. Автобат. О, все, они улетают. Так, как входить, напомни, Alt или Ctrl? Да, а, или Alt или Ctrl, там будет иконка входа. Только, мне кажется, ты проиграешь. У тебя всего три бойца. Давайте, сейчас мы вам такое устроим. Да, только вот мы, конечно, сейчас вызвали штурмайкова, только чем мы потом наломимся, когда они поработают? Черт, у меня пехота на центре кончилась. Танк в расход. Какой танк? Ты что, захватил ДОТ? О, сколько там пехоты! Пожалуйста, самолеты! Блин, что ты дрочишь там? Набег, переключи их, переключи набег. У тебя, у ДОТа дрочат двое. Давай, второго! Второго, блин! Ну, что ты, блин, смотришь, как они воюют? Иди в ДОТ захватуй! Переключи набег, это он... Он дебил. У него, видимо, команда штурмовать ДОТа, а ДОТ уже пустой. Ну и все. Ну, уже сейчас поздно, уже не... Вне сектора стрельбы. Нет, ну, блин, там бомб с бомбами промах был. Бомбами, да. Может, сейчас второй заход пустят. О! А, там тяжелый... Там зенитка, флаг. Все, они заняли ДОТ намертво. Эту ошибку они больше не повторят. Машина на дверь! Машина на дверь! О, у меня пехота! Ты куда летишь, блин? Я тебе отдал приказ атаковать город! Вы где-то летаете, уроды! Они выбрали приоритетную цель. Ну, хоть зенитка уничтожили, наверное, спасибо. Ну, зенитка ценная на три очка стоит. О, на центре! На центре они полетели! Ну, тоже неплохо. На центре, вроде пусто. Не, там танк и пехота. О, там танки! Там танк, минометы, пехота. Ни хрена себе, сколько людей в ДОТе! Ну, это вообще... Не, ну ладно, они там три отряда засадили. Зачем три, не понятно. Я когда, у гвардейцев у меня, которые туда идут, есть огнеменет. Это поможет? Поможет. Правда, там танк. Ты забываешь, что у противника танки. Здесь? Да, вроде там нет танка уже. Ну, блин, там два панзера четвертых. Ты один убил, а второй снизу, там, на дороге. Ты невнимательник. У нас большие проблемы с верхним флангом. Центр нечейный. Ну, как сказать, нечейный. Слушаю. Сейчас будет вражеский. О, никого нет у него на флаге, там, на его точке. Чувак, да истребители, штурмайки плохо разведывают. Вон, танк, пехота, в доме еще, скорее всего. Давай, уничтожь танк, прошу тебя! Да он уже разряжен. И они решили по ДОТу пострелять. Твою мать! Машина на связи! Кофера служит! Машина на связи! Блядь, постоянно прибыли подкрепление, прибыли подкрепление. Постоянно что-то прибывает, а что-то юнитов я у себя в руках не вижу. Что это, инженерный грузовик? Ну, что ты там сидишь? Что-то юнитов у меня в руках не прибавляется. А, ну, это неплохо. Это я возьму. И, короче, два отряда прислали. На центр. Где мои тяжелые минометы за два очка, я вообще понятия не имею. Куда они, блин, дели? Это что такое? Гвардеец. Ты же, это ты какой? А-а-а! Не, слушай, они там перекрывают намерку. Ну, разве что по краешку как-то. У тебя с реки увидят. Ну, по краешку, но при этом так, чтобы сжечь игми, а там же можно? Не, я имею в виду, там же блокада на жд-путях. Да, но в любом случае он за него так хватается, я думаю, это важно. Готов. За что? За тот? Конечно. Так, что бы взять, что бы взять. Что-то хочется вот, чтобы так взять и как... И вот как взять и прям по ему похлебалу этим то, что я взял. Попробую, попытай удачу еще раз. Наконец-то ты нашел этих... Дебиловую. Так, ну смотри, у нас тут представительный отряд появился. Тебя бьют с другой стороны реки. Уже до путей. И что нам делать? Ну, отступи. Что тихо. Готов. Слушай. Так точно. Да. Вообще, тут очень такая подвешенная ситуация. Блин, постоянно прибыли подкрепление. Ну, ю... Ну, ю... Там хотя бы Л-2 отряды пехоты, что-нибудь там, либо пулемет, либо миномет. Ну, а мне кажется, и то, и другое. Там просто давали восьмой миномет, а когда на третий раз ты покупаешь, тебе давали сто двадцатый. Ну, и как бы и прикольно. И неплохо. Так, ладно. Слушай, у тебя отряд стоит сложный. Когда они в колонии, они одним шотом убирают. Они очень сильно умирают. Если ты нажмешь Z и Q, то они станут чуть просыпчастей. Z и что? Q. Q. Самое левое. Это типа свободный строй. По ситуации называется. Они вылезли. Ложись. Ложись, блин. Ложа, ладно, ложись. Ну, ложитесь, ну, пожалуйста. Они продолжают ползти, видимо, атакуя. У тебя заметили. У тебя один пехотинец остался. Уликай. Нет, ладно, не остался. Идея была хорошая, но у нас не получилось. У нас сзади красные. У нас сзади красные. Но это не те красные. На ЖД путях. И там техника шумит. Едут сзади. Блядь, где мы, КВ-85? Ну, где он? Вот он. Пока что терпим, а там видно будет. Надо отступить. Тут есть сорокопятка. Блядь, спереди лезут. Их просто дофига тут. А где твои войска? Постой, а где твои? Я вижу только свои войска. Блядь! Строз. Тебе убивают на мосту. Они диверсантов вызвали. Они пробрались к нам в тыл. Не, ну так нечестно. К артиллерии на связи. Короче, я так не играю. Ты куда вышел? Да у тебя войск нету. И тебе на нижнем мосту этих сжигают юнитов. Я бы сейчас КВ-85... Да какая разница у нас снизу диверсанты. Нам две точки офицеров сливают. Давай заново и на не 3-0. Почему? Потому что тут пехоты не дают. В смысле? Ну в смысле, тут по одному отряду пехоты без станин вообще. Да будет вообще-то станки. А ничего, что у вас на респе постоянно стояла наша 2-5-0 и вырезала просто ваших офицеров и... Ну спасибо, хуй вы там делали. Не, ну у Франка не на респе, а на снабжении, которое... Я знаю, я заметил в конце. Хуй вы там делали. Двитом начали вообще проросу еще, ну ладно. А как вы туда зашли? Погруженный вопрос. Я не знаю, как еще его не спалили. Ну типа у... Ну а как вы зашли, как вы туда добрались? Сд-шках. Ну я не знаю, я просто туда приказал д-шкам. О, по крайней мере правому флангу, ему так там по очевидному маршруту еще... Какие, блядь, СД-шки? Да блин, там одна 2-5-0, которая проехала обычная с пулеметом. А. И все. Одна, буквально. Ну понятно. Я там меньше половины хпо осталось. Нет. Сдрос, блин, на ходу забывает свои войска везде. Блин, вечно по 2 отряда где-то сочевали, в конце я вообще армии его не видел, но видимо потому что там куча всего сдох. Да мне просто надоело постоянно эти самые... Прибыло подкрепление, прибыло подкрепление, я смотрю, о, эти... Ну ты создаешь или? Да, в чем? Приезжают офицеры, я что-то вроде покупаю, а армии вообще нет. Ну ё-моё.